Ну что же, всем привет, ребят, с вами Карина, и добро пожаловать в мылосплей по Z74 кошки и собаки. Без лишних слов, ребят, мы переходим к знакомству с моей семьёй. В общем, состоит она у нас из молодой девушки Джессики и из её верного маленького пушистого друга, это Рокки. В общем, Рокки у нас щенок немецкой овчарки. Вот такой вот у нас малыш с вами живёт, обитает с нами в нашем доме. Домик у нас тоже небольшой, да, вот такой вот домик, строила я его не сама, взяла из галереи, вот так вот. Что же, ребят, сразу начнём с того, пожалуй, что я устроила уже Джессику на работу. Джессика у нас будет художницей, и почему именно художница? Потому что я считаю, что сейчас это самая нормальная профессия, так как Джессика живёт одна. Мы просто будем развивать и повышать навык рисования, чтобы быстрее получать повышение. Чем быстрее повышение, тем быстрее какая-то там денюжка. Чем быстрее денюжка, тем быстрее какие-то обновки в доме, вообще ремонт, новый дом и так далее. Потому что у нас Джессика живёт одна. И почему вообще Джессика живёт одна? Я, в принципе, не люблю создавать большие семьи изначально, потому что за ними не очень легко ухаживать, как я считаю, ну, лично для меня. Не очень, конечно, будет классно их содержать. Вот, и я просто считаю тоже для начала самый нормальный вариант создать два или одного персонажа, вот как бы, ну, семья там или вот одного персонажа, за которого вы будете играть. А далее уже просто развиваться. Ну, это каждому, конечно, своё, но для меня лично удобнее всего это сделать вот так вот. В общем, по мере расплея нашего мы будем развиваться. Будем далее там Джессике кого-нибудь искать. Будут у Джессики дети. Будет у нас всё отлично. В общем, ладно, сейчас мы об этом. Джессик уже рисует картину. Потом мы пообщаемся с нашим маленьким Рокки, который у нас здесь входит. Что он делает? Рокки, видимо, рассматривает дом. Всё-таки непривычно новый дом. Так, значит, Джессика уже закончила картину. Вот так вот у нас картина. Я сразу сейчас буду продавать их, я думаю, потому что нет смысла сейчас их хранить. Да, потом ещё получше картины рисуем. Где Рокки? Когда Рокки пропал? А, вот наш малыш. Давайте мы с ним много пообщаемся. Погладим нашего малыша. Я очень хочу, чтобы Джессика, в принципе, сделала хорошие, отличные, даже сказать, отношения с Рокки. Потому что я хочу, чтобы они просто были, знаете, как лучшими друзьями на всю жизнь. Собака и человек всё-таки. Надеюсь, что у нас это получится. Потом Рокки вырастет, мы будем с ним ходить гулять. В общем, всё у нас будет хорошо. Так, что у нас здесь есть? Мы имеем участок такой вот наш. Там здесь какой-то ещё пустой участок есть, да. Что-то здесь у нас. Я просто вот здесь вообще ни разу не была. Я, конечно, играла в это дополнение, но дом у меня был не здесь. Мне нужно сейчас всё рассмотреть вместе с вами. Что у нас здесь есть? Видите, какие-нибудь прибамбасики. Вот, я уже вижу какие-то цветы у нас. Тюльпаны растут, да. Тюльпаны. Так, что у нас здесь ещё есть? Больше ничего такого примечательного, да. Как я понимаю, какая-то ямка. Можем откопать. Так, хорошо видела Джейсику, которая побежала. Так, я надеюсь, ничего страшного не будет там, если мы Рокки оставим одного. Так, ещё у нас вот здесь вот есть. Для чего я это всё делаю, ребят? Потому что за это тоже можно получить какие-то деньги, которые нам сейчас, в принципе, нужны. Очень даже нужны, я вам скажу, посмотрите, на наш бюджет. И вообще, это всё можно дело коллекционировать. Я это дело в Симсе люблю, потому что я считаю, что это какое-то разнообразие в игру вносит. В принципе, как и сами питомцы, они тоже вносят разнообразие сейчас в игру. Потому что, вот, по моему мнению, без питомцев в Симсе было очень скучно. Ну, по крайней мере, мне. В принципе, делать было вообще, ну, нечего. Конечно, выходили какие-то там дополнения всякие разные. Типа, там, на работу или какие-то ещё. Вот, но всё равно, мне кажется, что на данный момент остаётся самым таким вот нормальным дополнением это кошки и собаки. Вот, то есть, играть, как мне, по моему мнению, стало не очень скучно. Да, ещё также у нас появились бездомные животные, которых мы можем с вами приютить. Ну, или просто пообщаться с ними на улице. Какие-то действия с ними повыполнять. Так что, вот, ребята. Так, что у нас там у Джессики? Так, лягушек, пожалуй, я этих продам. Потому что лягушки я никогда, в принципе, практически не оставляю. Я оставляю только вот всякие вот эти вот капсулы времени, пиратские карты. Так, пиратская карта. Я уже, конечно, всё это забыла, ребят, что здесь вообще делать. Так, Джессика опять находит карту сокровищ. Давайте дальше что-нибудь копаем. Это нам точно, я думаю, с вами не пригодится. Так, что всё? Серьёзно? Нет. Вот же у нас ещё есть. Две ямки. Так, а что будет, если мы походимся за стаи птиц? Я, в принципе, знаю, что если у нас коты походятся за стаи птиц, то у нас будет первая какая-то птица, которую тоже можно коллекционировать. И вот из этой полной коллекции из 12 перьев мы с вами сможем создать какую-то статую вроде бы. Что-то типа того. В общем, ребят, так, я так понимаю, Джессика распугнула всех птиц, да? Ну, ничего страшного. Так, я не могу поймать этих птиц. Ёлки-палки. Так, это, видимо, просто птицы, да? Да, поняла. А, вот-вот они. Так, тоже вот ямку вижу. Так, вижу кучу с рыбой и вижу еще птиц. Здесь у нас место для рыбалки. Ну, нет, в принципе, я думаю, то, что рыбалкой мы заниматься не будем. Может быть, в будущем у нас там появится какой-нибудь муж. У нашей Джессики он будет заниматься рыбалкой, но точно не сама Джессика. У Джессики у нас другие заботы. Так, я так понимаю, что это вообще бесполезно, да? Это все делаю, потому что у Джессики вообще ничего не получается. Ладно, хорошо, мы идем домой. Джессики надо вставать на работу. Что у нас там делают Рокки? Рокки у нас лежит, отдыхает. Хорошо, пусть лежит. Мы сейчас с вами придем домой. И, наверное, сделаем покушать для Джессики. Я думаю, то, что можно будет еще, в принципе, порисовать. Какое-то сейчас время определенное уделить рисованию, чтобы сразу повысить навык. Потому что, в принципе, сейчас сделать-то особо и нечего. Дома у нас вообще где-то на улице. Путешествовать пока я не хочу. Сейчас хотя бы до выходных, думаю, дойдем. До следующих, и там уже можно будет рассмотреть сам город. Вот. Какие-нибудь достопримечательности его, какие-нибудь интересные места, где наши Симы могут заняться какими-то интересными делами. А пока что мы с вами будем дома. Так, ну что же, мы, пожалуй, сейчас сделаем садовый салат. Садовый салат, не знаю, правильно, если честно. Так получено на кулинарии. Ну, давайте пока перемотаем. Ну, господи, ну такие милашки все, ребят. Кстати, напишите в комментарии, как вам вообще само дополнение. Если у вас уже питомцы в вашем доме. Как вообще вам интересно играть или нет. Чтобы вы хотели вообще видеть в дисплее. Может быть, какие-нибудь идеи мне подадите. Или что-то типа того. Так, Джессика у нас пока будет есть. Где Родик? Куда он побежал? Понятно. Рокина здесь сидит. Видимо, грустит. Да, что у нас такое? Что случилось? Так, отвлекаемся от еды. Джессика, отвлекаемся. Спрашиваем. Так, я так и не поняла, что случилось. Ну, ладно. Давайте пока пообщаемся просто с Рокин. Чтобы ему не было скучно одному здесь. В принципе, я думаю, ребята, что в будущем мы заведем какую-нибудь кошечку. Ну, или же еще одну собачку. Потому что я не хочу останавливаться на одном питомце. Потому что я уже играла в это дополнение. И я видела многих животных. И я хочу посмотреть оставшуюся часть питомцев. Да, ребята, так что ждите того, что в нашей семье в будущем будет очень много всяких животных. Так, ну все. Можно уже заканчивать, заговорим с Рокином. Давай, давай, нужно покушать. Еще сходить, я думаю, в душ. И еще нарисовать картину. Так, нет, телевизор сейчас не нужен. Смотри, давай убирать с собой тарелку. Ладно. Спасибо. Домик, кстати, мне кажется, у нас очень уютный. Я здесь вот, как вам и говорила, вроде бы, то, что я вот эту комнату сама сделала. Остальное здесь все было. Мне так очень нравится эта вот комната Джессики. Мне кажется, здесь тоже все комфортно так. Классно сделано у нее. Так, ладно. Не о комнате Джессики. Давайте мы сейчас еще немного порисуем с вами. У нас Рокки там кушает. Потом, я думаю, мы ляжем спать. И Рокки тоже ляжет спать. Завтра у нас предстоит первый день, когда Джессика пойдет на работу. Джессика. Давай у нас... Ты дорисуешь? Так. Что-то я не поняла. А, вот все. Я вообще-то думала, что Sims либо завис, либо что-то произошло. Ну, нет, все нормально. Так, давайте продадим коллекционеру. И... Так, нужно наполнить мисочку. Я не хочу, чтобы у нас Рокки голодал. И попросим лечь спать в Рокки. И сами ляжем спать. Я хочу сделать вот так вот. Не знаю, почему. Мне нравится все вместе так делать. Переодеваться в пижамку. Так, вот это вот я сейчас не поняла. Давайте-ка мы отправим пока Джессику спать. С вами мы воспользуемся кодом, потому что я строила эту комнату с кодом. Что-то у нас здесь не так, да? Так, возможно, конечно, из-за этого... Сделаем вот так вот. Ну, я, конечно, не уверена на 100%. Ладно, утром проверим. Сейчас главная речь спать. Так, спать мы с вами легли. Так, а что у нас такое? Я, видимо, не поставила, что ли? А, да, вот все. Чтобы у нас 7 миллионов. У нас много 7 миллионов не списывали за это все. Счета, точнее, нам не выставляли большие. Так, во сколько у нас там Джессики на работу в день? Ну, давайте ставим часиков, я думаю, в 7. В принципе, это нормально, чтобы Джессика и выспалась. И я думаю, нету смысла... Ну, ладно. В 6 так в 6, Джессика. Она решила сама это сделать. Мы ее не поднимали. Так. Угу. Нужно покушать еще. Я думаю, то, что мы сейчас не будем делать какую-то другую еду. Мы с вами сделаем только... Ну, не сделаем, а покушаем салати, который мы сделали вчера вечером. Ну, точнее, даже в обед вроде бы. Так-с. Насколько я вижу, у нас еще и Рокки встал. Так, еще я хочу, чтобы Джессика изрекла какие-то вот окаменелости. Потому что мы с вами будем это все коллекционировать делом. Откроем вот эти вот капсулы также. Так, ну все, Джессика уже скоро на работу. Давайте мы обнимем нашего маленького Рокки. Так, что у нас происходит сегодня с Симсами? Так скажем, попрощаемся с ним. Угу. Так, ну все. Сейчас же Джессика нужно будет идти на работу. Так, это словно моя окаменелость. Угу. Мы можем это продать, я так понимаю. Так, ребят, нет. Эти вот все соседи нам не нужны. Так, давайте сразу поставим упор на работать. В принципе, сейчас у нас время пройдет быстро. Рокки у нас спит. Джессика уже скоро придет с работы. Я так понимаю, с повышением, что очень-очень хорошо. Да, отлично. Джессика придет сегодня с повышением. Так, ну это замечательно, ребят. У нас уже есть много денюжек. Так, давайте мы сейчас сразу же придем. Сходим в туалет. И покушаем. Кстати, ребят, я заметила то, что, когда мы гладим питомцев, неважно, кошку или собаку, когда у нас достаточно низкий уровень досуга, то он поднимается. И очень даже хорошо поднимается, что меня очень порадовало. Потому что раньше, когда у меня были большие семьи, и они все приходили с работы просто уставшие, очень сильно уставшие, было просто невозможно этот досуг поднимать, потому что они хотели есть, они хотели спать. Невозможно было вообще разорваться. А сейчас я думаю, что, в принципе, все стало удобно. Очень даже удобно. Так, еще давайте мы сразу начнем рисовать. Пока у нас... Я просто не хочу будет Рокки. Кстати, я не помню, досуг нас поднимается. С рисованием вообще замечательно. Все отлично у нас. Так, еще потом нужно будет проверить этот вот комод, потому что у нас здесь что-то произошло. А, кстати, Рокки у нас проснулся. Давайте мы немного уделим ему времени. Дадим ему лакомство. У детики сегодня хорошее настроение. Она получила повышение. Да, конечно, получить повышение в первый день, это вообще замечательно, ребят. В принципе. И давайте мы-ка с вами сразу сделаем вот эту вот у нас задачу. Выполним точнее сейчас. Вот, на дружелюбные действия с питомцами. Было бы очень неплохо даже. Вот, все. Отлично. Так, что у нас дальше? Так, ну это мы потом, я думаю, сделаем. Сейчас нет смысла тратиться на это все. Мне очень нравится вообще наш район здесь. Здесь все так спокойненько, красиво. Там у нас вот маяк. А, нет, не маяк. Ошиблась, ребята, я ошиблась. А, маяк у нас вон он, да, 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 вижу, вижу. Думаю, мы, наверное, на выходных с вами сможем туда съездить. Ну, как, сплавать, потому что нужно туда ехать. Господи, точнее, плыть на лодке, на катере, не знаю, как это назвать еще. Вот, так вот ты туда не попадешь. Это, кстати, очень прикольно, что они так сделали. Мне кажется, это классненько. Так, вот, видите, мы уже можем за даже 100 миллионов продать копию нашей картины. Так, ребят, стоять, стоять, стоять. Стоять, что такое? Так, у нас нету мусорного бака на участке, я так понимаю. Угу. Ну, не проблема, ребят. Так, какие у нас мусорные баки? Уже даже не помню. Помню вот здесь вот. Нет? Ребята? Я не могу найти мусорный бак? А, вот. Ну, я слепая. Извиняюсь. Так, что у нас здесь есть? Это самое вообще дешевое. Да, наверное, что у нас есть? Ну, давайте как-нибудь сюда тут все прилепим. У него цвет есть пилы вообще? Да, вот вообще идеально просто. Так, давайте опустошим миску, потому что я не хочу, чтобы уроки у нас питался вот этим делом. Потом мы попросим уроки лечь спать. Я хочу, чтобы уроки спал вместе с нами. Ну, то есть ложится Джессика и ложится сам наш пёсик. Так, потом мы перелинемся. Всё проверим. Работает или не работает? И будет отлично всё. Так, всё. Руки у нас ложится спать. Да, вот. Всё отлично, ребят. Всё отлично. Ну, что же. Понятник заканчивается. Скоро у нас уже наступит вторник. Точнее, уже сейчас вот. Тоже наступить. Да, всё наступило. Второй у нас рабочий день у нашей Джессики. Блеслаус Штраут. Здравствуйте. Я просто хочу представиться и поприветствовать вас в нашем городке. Ох, какая же у вас аппетитная шея. Да, спасибо, конечно. Но нам это всё дело не нужно. В принципе, я думаю, то, что дополнение вампира или горовой набор, я уже честно не помню, ребят. Я думаю, мы тоже потом как-нибудь вот, конечно, взаимодействуем здесь с нашими персонажами, но не сейчас. Как-нибудь, руки, надеюсь, мне от этого дойдут. Потому что там тоже всякие интересные прибамбушки. Вещи всякие интересные. И я думаю, то, что мы можем даже сделать нашего персонажа вампиром. Но об этом, обо всём позже, ребят. Позже, позже, позже. Так, время у нас 6 утра. Не знаю, почему Джессика просыпается так рано. Немного меня это раздражает, что они так вот высыпаются быстро. Так, что у нас такое? Дешёвая кровать. Нет, Джессика, ты, конечно, что здесь хочешь сразу за 5 тысяч на кровати спать, конечно. Давайте дадим ему еды и роги. Необорот, такой взгляд. Так, хочешь себе ему салатик дать. Так, что у нас там? Пожалуйста, на проблему. Так, здесь нет леса. У-у-у-у. Мне кажется, это будет прикольно выглядеть. Ребят, мы продолжаем. Просто оборвалась внезапно съёмка. Всё нормально. Я вернусь. Хорошо, что я заметила вообще, что я это сделала. Так, значит, что мы делали? Мы играли строки. Нет, кстати, что значит работа у нас? Ой-ой-ой, у нас осталось 30 минут. А ты немного у нас, конечно, не сыт, я так даже скажу. Так, всё, Джессика, тебе пора на работу. Что у нас здесь? Любовь к питомцу. Любовь к воздуху. Идеальное сочетание тёплого и пушистого приносит большее удовольствие. Так, ребят, в принципе, я думаю, что Джессика может и сейчас получить повышение. Так. Забытое сочинение. В художественной школе пишут довольно-таки много сочинений. Джессика полностью сосредоточила внимание на создании своего произведения и искусства, что совершенно забыла о большом сочинении. Осталось немного времени, чтобы хорошенько вызвать материал, либо найти группу для занятий. Давайте найдём группу для занятий. Рокки взрослеет. Не поняла. Не поняла. Ого. А чего это у нас Рокки так быстро повзрослела? У-у-у. Слушайте, нормально, ребят, что вам сказать. Слушайте, я даже рада, смотрите. У нас Рокки теперь уже большой пёсик. Хм. Слушайте. Ну всё, теперь будем ходить с ним гулять по утрам. Ну, отлично, что можно сказать. Так, что у нас здесь происходит? Что это у нас с вот этим вот? Ага. Ну да, наверное, сейчас она получит всё-таки повышение, хотя... Да, отлично, в последний момент мы получили повышение. Да-да-да. Всё у нас отлично. Так, ой, ей даже одежду, как я вижу, дали новую. Ну, это замечательно. А, угу. Ребят, здесь, конечно, в Sims'е такая одежда, вот, рабочая у них бывает, что это просто это... Ну, это вообще жесть. Так, давайте мы разбудим Рокки. Я хочу, чтобы мы поиграли с нашим уже большим питомцем, нашим любимым большим пушистым другом. Ммм, тем больше, какие же они милые, ребят. Мы даже за первую серию уже успели увидеть наше взросление Рокки. Да, весело, ребят, однако весело, ребят. Очень весело. Мы даже можем кого-то там пощить к паре вниз, пока вам не надо. Интеллектуальная беседа. В общем, да, у нас прям... Всё отлично. Слушайте, даже знаете что? Я думаю, то, что мы с вами будем обучать его командам. Давайте пока научим его команде сидеть. Я думаю, то, что, мне кажется, питомцев очень даже классно обучать в Sims'ах. Да, интересно. Кстати, ребят, я не помню, в третьем Sims'е можно было обучать животных командам? Если кто-то помнит, напишите, пожалуйста, в комментариях, что-то мне стало очень интересно. В интернете что-то, как-то пока не хочу залезать. В общем, ребят, давайте сейчас мы сделаем ужин. У нас уже 1314 симуляторов. Я уже заговариваться начинаю. Сейчас, я думаю, Джессика покушает. Мы ляжем спать. Я немного сделаю потом уже вне серии какую-нибудь перестановочку. Ну, не перестановочку, а размещу вещи, которые Джессике дали за повышение на работе. И после этого мы, наверное, уже закончим серию. Увлечение питомца. Как и все питомцы, Рокки может по непонятным причинам зациклиться на определенном объекте в доме. Следите за своим пушистыми друзьями, чтобы выявить их уникальное увлечение. Я так понимаю, Рокки у нас любит вот этот вот цветок. Да, довольно-таки забавно получается у нас. Так, ты у нас покушала, думаю, да? Ну все, давай-ка уберем за собой. Так, мы берем в холодильник. Что, нужно отчитать за прыжки со столешницы. Да, я хочу, чтобы наш питомец у нас все понимал, как можно сделать, как нельзя делать. Все-таки, как бы, я хочу, чтобы он был умным питомцем послушным. Рокки теперь знают, что они запрыгают со столешницы. Слушайте, ну отлично, у нас Рокки вообще умничка просто, просто умничка. Давайте мы его обнимем. Также попросим его лечь спать. Так, с вами мы опустошим мисочку и наполним уже другой едой. Чтобы Рокки у нас кушал вкусную пищу. И не протушу. А с вами мы ляжем спать. В общем, ребят, закончился уже второй день. Второй день жизни наших симов. Точнее, нашей симки и нашего милого Роги, который уже даже повзрослел. В общем, да, ребят, я думаю, что нам пора заканчивать летсплей на такой вот носе. В общем, спасибо, что посмотрели первую серию этого летсплей. Я надеюсь, он вам очень понравился. Надеюсь, что вы не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. У нас здесь отличное, конечно, зрелище. Да. Ладно, давайте перейдем зрелище на Джессику. В общем, ребят, спасибо за просмотр еще раз. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Писать комментарий, как я уже сказала. С вами была Карина. Всем удачи. И до новых встреч. Ждите новые серии. Ставьте лайки. Всем пока, ребят.